Футбольный арбитр — это не только безукоризненное знание правил, но и большие физические нагрузки. Пробежать через все поле и успеть за эпизодом — та еще задача. АБФФ в рамках курсов подготовки судей дала возможность слушателям прочувствовать на себе все нюансы. Своими руками и ногами потрогать те физические нагрузки, которые им предстоят, если они решат быть футбольными арбитрами. Вы видели, в принципе, не все оказались с ним готовы, но есть и ребята, которые показали хорошую физическую активность. 110. Именно столько человек пожелали поподробнее разобраться в правилах футбола. Среди них люди разных профессий или даже видов спорта. Я не связана с футболом, то есть никогда не занималась. Я была только со стороны болельщика. Я 12 лет посвятила профессиональному плаванию, то есть я все время была плавчихой и решила вот в этом году завершить свою карьеру. А тут, так как любила все время футбол, вот немножечко сменила сферу деятельности. А кто-то хочет глубже вникнуть в детали. Кто-то готов просто послушать правила игры в футбол. Я знаю, к нам записался в том числе один из директоров футбольных клубов, чтобы просто понять, что это такое, почему судьи иногда свистят, а иногда не свистят. Поэтому у каждого свои цели. Пробежать от штрафной до штрафной за 15 секунд и так по нескольку раз. Такое испытание предстояло каждому из участников. И уже спустя несколько кругов некоторые не выдерживали. Когда я шел сюда, я думал, что попроще будет. На самом деле, надо сильно постараться, надо постоянно поддерживать себя в форме. Нельзя не на месяц о себе забывать, постоянно держать себя в форме. В плане дыхания, безусловно, плавание помогло. Но так как я всегда была спринтером, то именно такие выносливые, длинные дистанции немножко даются тяжелее. Но я думаю, что если я поработаю, то в принципе к этому можно прийти, будет ли полегче. Их амбиции понятны. В будущем обслуживать матчи самого высокого уровня. Практически весь пул арбитров первой и второй лиги сейчас составляют выпускники курсов прошлых лет. Дальше больше. Для этого набора это только первый шаг, без которого, правда, нельзя. При заполнении анкеты у нас есть отдельный специальный пункт, в котором мы прямо и спрашиваем, что вы ожидаете от этих курсов, какие цели вы перед собой ставите. Ну, я хочу сказать, что достаточно много людей видят в этом даже, может быть, свою какую-то профессию. Буквально из последнего набора можно выделить. Вот Шумилов Игорь у нас буквально несколько лет только начинал эти курсы и прошел по ускоренной программе, потому что он бывший футболист, и у него все складывалось очень успешно. Ну, в целом, как мы видим, эта дорога доступна каждому, и, может быть, вот из этих ребят уже кто-то через несколько лет уже будет на серьезных футбольных матчах. До лиги чемпионов дойти хотелось бы, но начинать, естественно, с детского футбола, там, где можно ошибаться, где не так, скажем, грубо, если ты ошибешься, то не так строго судить тебя будут. И со временем набираться опыта и переходить уже в вторая лига, первая лига, ну и, дай бог, высшая лига. А вот девушкам стать арбитром на уровне высшей лиги объективно пока будет непросто. Их просто меньше, чем мужчин, но они готовы ломать стереотипы и доказывать, нет, ничего невозможного. Я бы очень хотела, то есть, чтобы после того, как пройду обучение, это не закончилось только на чемпионате города, а действительно попробовать себя в чемпионате первой, высшей лиги, там, и дальше как-то развиваться по мере возможностей. Конечно, хотелось бы то, что девушки пробиваются на такой уровень, это действительно классно, и хотелось бы тоже и на своем примере то же самое показывать. Настоящими арбитрами они могут стать только на футбольном поле, шаг за шагом постепенно прогрессируя. Задача департамента судейства – не упустить талантливых рефери. Сразу готов человек, допустим, к данному матчу, выдерживает он накал этих событий, не теряется он при ходе матча. Выделять лучших и двигать их вперед – вот задача инспектора в первую очередь.